Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 5 января. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлианна Шахова. 5 января 1972 года НАСА объявило о планах создания космического челнока. Этот день считается официальной датой начала работы по созданию ракетно-космической системы Space Shuttle. Эту программу утвердил президент США Никсон. 3, 2, 1, 0, и liftoff, liftoff of the Space Shuttle Endeavor with NASA's newest tracking station in the sky. По мнению военных специалистов США, космический корабль Space Shuttle должен был совершить качественный скачок в области использования космоса в военных целях. НАСА рассматривало челнок как средство развертывания на орбите и регулярного технического обслуживания военных космических систем нового поколения. Работа по поиску технического облика и целесообразности создания такого рода системы начались в НАСА еще в сентябре 1969 года, через два месяца после высадки человека на Луну. По поручению президента США была создана группа ведущих специалистов, группа космических задач, которая изучила ближайшие пути развития американской программы использования космического пространства. Space Shuttle при определенных условиях, как утверждают некоторые специалисты, может быть применен в качестве носителя ударных средств. Он должен был решать прикладные задачи, инспекцию спутников на орбите, в ходе которой допускается возможность принятия решения на их уничтожение или возвращение на Землю, техническое обслуживание военных космических аппаратов на орбите. Также текущий или аварийный ремонт, дозаправка топливом, ввод в использование резервных аппаратов, ведение оперативной разведки и испытание экспериментальных образцов оружия в космосе. Сегодня 5 января, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сейчас мы расскажем вам о людях и событиях, вошедших в историю науки и культуры. 5 января 1849 года в Тбилиси родился Василий Иванович Немирович Данченко, русский писатель, журналист и брат Владимира Ивановича Немировича Данченко. Он учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х, в начале 70-х годов, жил на побережье Белого моря и Льдоитого океана. Об увиденном он написал в нескольких очерках, появившихся в отечественных записках и вестники Европы, и вышедших затем отдельными изданиями. Это за Северным полярным кругом, Беломоры и Соловки у океана, Лапландии и Лапланцы на просторе. Как пишут литературные критики, из этих произведений особое внимание обратили на себя Соловки, как заманчивое, крайне идеализированное изображение своеобразной религиозно-промышленной общины. Немирович Данченко много ездил по родной стране и за границей. Своим путешествием он посвятил целый ряд путевых очерков, посвященных как отдельным местностям России, Даль, поездка по югу, в гостях, поездка по Кавказу, крестьянское царство, описание своеобразного быта Валаама, Кама и Урал, так и иностранным государствам, по Германии и Голландии, очерки Испании. Во всех этих очерках он проявил себя как увлекательный рассказчик, дающий блестящее описание природы и яркие характеристики нравов. Всего более способствовали известности Немировича Данченко и его колоритные корреспонденции, которые он посылал в новое время с полей сражения русско-турецкой войны 1878-77 годов. Немирович Данченко принимал личное участие в боях на Шибке и под Плевной, в зимнем переходе через Балканы и получил солдатский Георгиевский крест. О пережитом он написал в романах «Гроза», «Плевна» и «Шибка» вперед. Василий Иванович Немирович Данченко также был военным корреспондентом во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Его материалы были напечатаны в русском слове и в годы Первой мировой войны. В 1921-м Василий Иванович Немирович Данченко эмигрировал. В 1936-м году в Праге он скончался. 5 января в 1918 году в России было введено новое правописание. Это была настоящая реформа. Она обсуждалась в течение довольно долгого времени. Впервые идеи изменения правописания были высказаны в предварительном сообщении Орфографической комиссии при Императорской академии наук. Уже в 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии. Совещание постановило детально разработать основные части реформы. Расскажем мы о самом содержании реформы и о том, что же изменилось в русском языке. Основных пунктов было четыре. Из языка исключались буквы «Ять», «Фита», а также твердый знак на конце слова. Тем не менее, твердый знак сохранился в качестве разделительного. Местоимение женского рода «Она» во множественном числе «Оне» заменялось на «Оне». После проведения реформы было решено, что все правительственные издания, периодические и непериодические документы и бумаги должны были печататься в соответствии с новыми правилами. Теперь о частных изданиях. Формально они могли печататься по старой орфографии. Но на практике государство очень скоро установило монополию на печатную продукцию и весьма строго следило за исполнением декрета. Историки до сих пор выделяют в реформе и положительные, и отрицательные черты. Среди положительных достижений самое главное состояло в том, что реформа сократила количество орфографических правил, не имевших опоры в произношении. И еще одно интересное следствие. Реформа привела к значительной экономии при письме и типографском наборе, исключив твердый знак на конце слов. Несмотря на то, что реформа была разработана задолго до революции, без каких-либо политических целей, реальная принятая и внедрена она была большевиками. Это определило резко критическое отношение к ней со стороны политических противников большевизма. Дошло до того, что она не использовалась в большинстве изданий, печатавшихся на контролируемых белыми территориях, а затем и в эмиграции. Издания русского зарубежья перешли на новую орфографию только в 1940-50-х годах. Сегодня 5 января. В завершении нашей программы «День веков хронограф» расскажем о погоде. 5 января 1714 года в Петербурге был отмечен сильный ветер с великой метелью. В этот день 1832 года в Кишиневе произошло землетрясение, которому предшествовал сильный порывистый ветер, продолжавшийся всю ночь. 5 января 1998 года был сильный мороз в Амурской области. Температура ночью достигала минус 50 градусов. В этот день Православная Церковь почитает святых десять мучеников Ижи в Крите, Феодула, Евпора, Геласия, Василида, Эвареста и Ижи с ними, погибших при императоре Декии. Народные приметы гласят «Пришел фидул, ветер подул к урожаю». А в этот день пеклись лепешки для скотины, а чтобы нечистая сила на них следа не оставила, сразу же заворачивали в полотенце. Родившийся в этот день обладает властью над домашними животными. Ему следует носить красный и черный агат. А с вами была программа «День веков. Хронограф» и мы ее ведущие. Я Юлиана Шахова. И я Юрий Смирнов. Всего вам самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова